Чтобы тщательно вычистить налет, его нужно видеть. Для этого изобрели специальные жидкости, индикаторы зубного налета. А так мы сегодня проговорим про гигиену для деток от 0 до 3. Для этих детей будет актуально вот такие индикаторы. Как же пользоваться индикатором зубного налета? Индикатор зубного налета можно носить двумя способами. Либо кисточкой, либо поролоновой губкой. Наливаем индикатор для зубного налета, например, в баночки от линз, макаем туда губку нашу и наносим на зубки. Когда мы видим, что чистить, переходим к выбору зубной щетки. У нас есть три варианта зубных щеток. Это обычная мануальная зубная щетка, электрическая и звуковая. Для того, чтобы вычистить обычной мануальной зубной щеткой, нужно сделать как минимум 10-12 выметающих движений. Плюс электрической зубной щетки, то что она те же самые движения совершает за доли секунды. Звуковая щетка тоже хорошо помогает вычистить зубной налет. Но у нее чуть больше вибрация, и не всем маленьким пациентам это нравится. Поэтому здесь нужно ориентироваться на ощущения вашего ребенка, какую щетку выберет именно он. Что же касается выбора паст, мы придерживаемся, что в современном мире все пасты должны содержать фториды. Исключением являются эндомические районы. Для того, чтобы подобрать правильную зубную пасту именно в вашем регионе, необходимо обратиться к стоматологу. Переходим к чистке зубов электрической зубной щеткой. Включаем электрическую зубную щетку, заводим за щечку малыша, прижимаем щетку к зубу и держим 3-4 секунды. Можно совершать некие покачивающие движения, чтобы щетка обнимала зуб со всех сторон. Посчитали до 3-4 секунд, перешли на соседний зуб. Почистив все зубы с щетчной поверхности, переходим на поверхность со стороны языка. Такими же движениями прижимаем щетку к зубу и совершаем некие покачивающие движения, обнимая зуб со всех сторон. Переходим к звуковой щетке. Заводим за щечку, прижимаем к зубу и совершаем выметающие движения. На каждый зуб не менее 6-ти выметающих движений. Если же ваш малыш боится жужжащих звуков, можете чистить зубы обычной мануальной щеткой. Ставим на зуб и совершаем выметающие движения. На каждый зуб 10-12 раз. Поверхность со стороны языка также вычищаем выметающими движениями. Чтобы очистить поверхность между зубов, используем зубную нить или ершики. Ершик по размерам поможет подобрать вам ваш стоматолог. Мы рекомендуем пользоваться пушистой зубной нитью, так как она будет более эффективно вычищать налет в межзубных промежутках. Отматываем зубную нить. Наматываем ее на средние пальчики, чтобы этими двумя управлять. Как же пользоваться зубной нитью? Вводите в межзубной промежуток и аккуратными пилищами движениями вводите в зубной контакт. Выводите по соседней стенке зуба. Вводите пилищами движениями и вводите по второй контактной поверхности. Не рекомендуем совершать резкие движения вот так, чтобы не травмировать десну. Если же нитка в межзубном контакте начинает рваться, то это признак контактного кариеса. Обратитесь к своей зубной фее. Статист для очищения межзубных промежутков может служить зубной ершик. Аккуратными движениями вводим его в межзубной промежуток. Возвратно поступательными движениями очищаем межзубной промежуток. А если у вас уже появился первый зуб, ждем вас на профилактическом осмотре в клиниках Дентал Фэнтези. Три года это замечательный возраст, чтобы начинать адаптацию к стоматологическим манипуляциям. А если эта история наберет 50 реакций, мы вам покажем, как же проходит адаптационный прием в клиниках Дентал Фэнтези. Продолжение следует...